Наш лайнер «Разворот на бизнес» снова вплывает в гавань. Продолжается программа. Олег Прохоренко и Светлана Занько здесь. Олег спросил, что за лайнер, о чем нас звукорежиссер предупреждает, Максим. Это отбивка «Разворот на бизнес». Его нужно маркировать, что мы сейчас и сделаем. Партнер программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Вот удивительно, Олег, третий год, ты уже в студии. Да, но я таких терминов не знаю. Да я много чего вам газетного не знаю тоже. Мы сегодня говорим о термине «схема продаж», для чего вятгу считали магазин в Кире. И представители госуниверситета, которые исследования проводили, нас покинули. Но присоединилась к нашему разговору Ирина Александровна Мещихина, заместитель руководителя управления, начальника отдела товарных рынков естественных монополий, и управления федеральной антимонопольной службы Кировской области. Да, а в студии по-прежнему Александр Сидельников, начальник управления развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирова, заказчик исследования. Александр Косулин, директор по развитию торговой сети «Система Глобус». Мы действительно общались в перерыве, но я должна тоже некоторые вводные данные все-таки сказать. Напоминаю, что выдержка такая, самая важная из того, о чем мы сегодня говорим, будет в ближайшем свежем номере газеты «Бизнес-новости», а также на сайте «Бизнес-новостей», и запись нашей программы будет на сайте «Хакирова.ру». И еще раз озвучу опрос, который мы проводили в нашей группе ВКонтакте. Этот опрос приурочен к нашей теме и проводился он в течение, можно сказать, дважды. Это один и тот же вопрос, он дополнялся новыми голосами. Первый раз мы это делали в декабре, когда говорили про НТО, нестационарные объекты. А второй раз мы его разместили сейчас, когда говорим про стационарные объекты в том числе. Но я думаю, что люди голосуют про то и другое, потому что мы спрашиваем про магазины. Хватает вам магазинов в Кирове или нет? Мне бы хотелось, коль скоро у нас новый гость, просто хотя бы первое мнение, впечатление от исследования, насколько оно, на ваш взгляд, интересно, актуально и полезно, может быть. Надо тогда сказать, что Ирина Александровна имела возможность ознакомиться с исследованием ВКО. Да, спасибо. Здравствуйте. Я ознакомилась с исследованием. Исследование, конечно, интересно. Но вот первый вопрос, который возник, я в перерыве его озвучила. По какому принципу делились на район? То есть вот этот вопрос возникает сразу. Олег пояснил? Потому что мы в эфире уже поясняли. Да, я пояснил в общих чертах. Мы раскрыли эту загадочку. Мы самостоятельно, чтобы была примерно одинаковая плотность населения, разбили наше муниципальное образование. Мы знаем, что у нас есть бывшие сельские населенные, есть концентрированность населения в центре города. Поэтому 22 элемента планировочной структуры мы и поручили университету исследовать по обеспеченности торговыми площадями и стационарных объектов. У меня дополнительная, кстати, возникла догадка, почему именно там взята политическая составляющая, разбивка по избирательным округам, потому что так проще сосчитать количество людей. Мы знаем теперь, что требуется от депутатов. Олег, просто сложно почитать, сколько людей в том или ином микрорайоне живет, если нет какой-то базы. Понятно, мы некими коэффициентами правили, потому что даже применять эту систему мы не знаем школьников, детей. Ну вот здесь как раз мы попросили, и они, точнее университет, рассчитывала плотность населения еще специальными своими формулами и инструментами. Я тут должна вот что еще сказать. Смотрите, какая история. Она тоже в тему, на самом деле. Это выяснилось вчера на эфире в дневном развороте, когда здесь был Михаил Шихов, депутат городской думы и совладелец нескольких предприятий, которые занимаются мусором. Он сказал, что почему в том числе была выбрана схема оплаты за мусор в Кирове с квадратным метром, а не с человека, потому что элементарно в электронные базы не выгружены. Мы все нет в этой базе, которой должен пользоваться Куприд. Нас нет. Нас не выгрузило соответствующее ведомство просто. Поэтому разбить, например, и учесть городу сейчас всех, кто живет, тоже невозможно, потому что эта база не заполнена. Сложно. Вот, кстати говоря, это тоже вам будет в плюс, потому что в ближайшие 2-3 месяца, я думаю, что этот вопрос будет решен, и базы будут выгружены, и будет понятно, сколько человек, и детей, и младенцев, и кого угодно, где проживают. Насколько они верифицированы, это другой вопрос. Да, где проживают. Потому что у нас свобода передвижения, и на самом деле уточнить, сколько человек живет даже в том или ином доме довольно сложно. Смотрите, какая история. Мы не зря пригласили УФАС, естественно, потому что, конечно же, когда мы с Олегом задумались, а что дальше последует за этими исследованиями, сейчас будет первый этап, второй этап этих исследований по количеству магазинов, надо сразу сказать, что ВУЗ уже второй год и в этом году по заказу уже платному администрации города Кирова будет проводить в том числе исследования в целом по удовлетворенности проживания в городе Кирове. И там будут тоже услуги, магазины и прочее. Город заявляет о том, что будет ориентироваться на эти исследования для того, чтобы улучшать и планировать жизнь и развитие нашего муниципалитета. Это так, да, Александр Алексеевич? Не просто же так для интереса вы это сделали. Так ведь? И не так, как господин Касулин, которому нужно развивать бизнес, и ему без этой статистики просто никаким образом не обойтись. Ну, давайте начнем со основополагающих факторов. Естественно, нам важно комфортное проживание и получение, я говорю про свою отрасль, услуг торговли каждому жителю города. Поэтому еще раз возвращусь, нам было важно понимать, где у нас концентрация магазинов, где их не хватает. И наука нам дала свое видение, то есть они, я считаю, что полевыми исследованиями наиболее, ну, правдоподобно посчитали. И мы понимаем, что в центре, в районе Малокозавода, есть переизбыток. Также в Нововятске за переездом, в Радужном, большая гора Ганина, там острая нехватка. И мы поняли, что у нас есть большая диспропорция размещения стационарных торговых объектов на территории города. И все-таки наша цель и задача выровнять эту диспропорцию и достичь минимальной обеспеченности там, где это не хватает, в районах города. Вот теперь очень важно обсудить, какие инструменты, собственно говоря, есть. Инструменты зависят от законодательства. Какие инструменты у нас есть, чтобы выровнять эту диспропорцию? Потому что, с одной стороны, у нас есть рынок, который диктует свои потребности. И сейчас я попрошу просто Александра Николаевича сказать, а что у нас рынок диктует в Кирове? Вот эта диспропорция, она почему так сложилась? Почему бизнес не заходит на Большую гору и в Ганино? А с другой стороны, я попрошу обсудить это вместе с Уфасом. А есть ли инструменты, которыми может пользоваться и муниципалитет, и диктовать, где и что должно располагаться? Александр Николаевич, почему нет в Ганино на Большой горе магазинов? Как себя ведет рынок? Ну, две основные причины. Первая, когда мы делаем исследование рынка, мы смотрим, каков же будет потенциал выручки, каково влияние конкурентов, и мы в дальнейшем уже принимаем решение, какой площади должен быть магазин. Мы в своей компании сегодня не ставили вопрос развития малого формата. Мы все же компания, которая делает акцент на крупный супермаркет. И в большинстве случаев мы сталкиваемся с ситуацией отсутствия коммерческой площади или земельного участка. Для крупного формата? А ваш крупный формат – это какие площади? Площадь торгового зала 500 и более. Соответственно, площадь общая – это можно греть там 800, 1000, 1500. На Филийке, в Ганино, на Большой горе нет таких площадей коммерческих? Нет. Ну, на Филийке мы представлены. У нас там работает три супермаркета. Но с площадями тяжело. Хорошо. Что там открывается? Как там люди закрывают свои потребности? Там красные и белые с брестолем открываются. Они даже в подвалах открываются, эти магазины. Открываются малоформатные магазины. В большей частности мы даже отметим с нарушением требованных САНПИН. Каким образом? Зона загрузки. Отсутствие системы вентиляции, раздельной канализации и так далее. То есть в разрез действующих норм закона, регулирующих, а в частности санитарных правил, идет открытие объектов малого формата. Скажите, я хотела, кстати говоря, не знаю, коллеги, проконсультируйте меня. Вот есть дом Кирпичная 16, где я твое детство провела и мои родители сейчас живут. Там, значит, справа от торца, в подвале сейчас открывается что-то из этого. То ли брестоль, то ли красное и белое. Я до сих пор это вот все у меня в одной куче. В подвале прямо. В этом подвале я когда-то бывала, мы там картошку хранили, я помню. Мне просто интересно, каким образом подвальные помещения могут быть приспособлены для магазинов первой необходимости. А самое главное, кто принимает решение? Собственник этого дома, тот, кто обладает большинством площадей? Или все-таки муниципалитет имеет влияние на эти процессы? Потому что если большая сеть не может открыть свой супермаркет, потому что нет площадей, то подвальных-то помещений предостаточно. Ну, давайте поясню. Значит, вот как раз нам важны исследования. И есть такая циферка, что 66,7% в магазинах у нас сейчас в муниципальном образовании города Киров работают во встроенных и бывших жилых помещениях. Законодательство сейчас... Это первые этажи? Да, да. Первые этажи жилых зданий. И могу вам сказать, что нам поступает большое количество жалоб на выгрузку товара, на шум, на запах. И тараканов. Да, возможных. Поэтому при открытии магазина сейчас предприниматель уведомляет Роспотребнадзор, что он открыл торговую точку. И все. А в дальнейшем, значит, нас сдерживает 294-й федеральный закон. Ранее раз в три года никакая контрольно-надзорная служба не имеет права туда заходить. Ну, естественно, исключение, но я думаю, меня поправят, когда есть жалобы жильцов, тогда, в принципе, сразу идут и разбираются все службы. При условии, если эта жалоба несет ухудшение условия жизни, угрозы. Ключевое слово в Роспотребнадзоре – угроза жизни жителей. Ну, условно говоря, если в этом алкомаркете, как вы говорите, или магазине, где много алкоголя и дешевого алкоголя, народ покупает и тут же пьет, как вот сейчас в Мурманской области на почте пиво продавать начали. Или начинает сносить какие-то перегородки в подвале, и идут трещины по дому, вот тогда человек может обратиться, и, скорее всего, какие-то меры будут приняты, как минимум проверка провести. И вот теперь совершенно становится непонятно, зачем проводить все эти исследования, и зачем пытаться что-то, думать даже о том, что что-то ты можешь регулировать, если ты даже, тебя только уведомляют об открытии торговой точки и магазина. Как может муниципалитет повлиять на эти процессы? Что позволяет нам законодательство, мы обсудим после короткого перерыва. Продолжаем разговор. Мы говорим о том, будет ли меняться схема продаж, схема магазинов в городе Кирове. Есть ли для этого инструменты. ВИАДГУ подготовила исследование в совместной работе с администрацией города Кирова. Вот лично меня, я могу сказать, в этой программе свое личное мнение могу высказывать, лично меня удовлетворяет эта история, что задумались об этом, и не только бизнес сам для себя производит исследование, но это делает также и администрация, и муниципалитет, потому что хочет держать руку на пульсе и планировать, самое главное, наконец-то планировать, возможно, не на год, не на пять, а на большие сроки, на десятилетия, как развивается этот город, и влиять на это развитие, и принимать решения совместно с бизнесом и с горожанами, основываясь на исследованиях, в том числе и социологических. Но позволяет ли современное законодательство этим планированием заниматься? Есть ли инструменты, которые позволяют муниципалитету сказать... Легальные инструменты? Легальные инструменты, которые позволяют муниципалитету сказать, нет, товарищ, булочные, это хорошо, но в этом районе их переизбыток, встань в очередь, если кто-то закроется, ты придешь в свое время, а вот в этом микрорайоне ты можешь открыть, он говорит, нет, я не хочу там открывать, потому что там нет людей и так далее, но население, вот даже то, которое есть, просит, и муниципалитет, например, говорит, вот тебе на три года льготная ставка, открывайся, там будет заселение, потому что вот будут стройки, вот будут, значит, у нас тут есть план, раз мы планируем, открывайся прямо сейчас, у тебя будет льготная, развивайся, за якори это место. Есть у нас такие инструменты или нет? Почему я в самом начале спросила, по какому принципу делили на районы, потому что мы тоже ежегодно проводим анализ состояния конкуренции, то есть мы высчитываем доли каждой торговой сети, по муниципальным образованиям и по муниципальным районам. Вот мы как раз спрашивали в первом часе. Да, это вот в соответствии с законом о государствах регулирования торговой деятельности, то есть мы этим занимаемся ежегодно. В конце апреля, начале мая, когда уже сдана вся годовая отчетность и появляются цифры в Кировском Росстате, мы у них запрашиваем выручку по каждому муниципальному образованию, каждому муниципальному району. После этого мы делаем запросы в администрации муниципальных районов, какие торговые сети есть у них, у нас есть перечень торговых сетей, но если вдруг новые какие-то образовались. И в каждую торговую сеть мы запрашиваем информацию, какая выручка у них была за предыдущий год с разбивкой по муниципальным образованиям и муниципальным районам. Исходя из этого, мы высчитываем долю. То есть если доля превышает 25%, то главам этих муниципальных образований направляются письма и в торговые сети тоже, что на территории этого муниципального образования открывать новые магазины каким-либо способом, через торги, в аренду, нельзя. — Именно этой торговой сети? — Да, именно этой торговой сети нельзя. Вот таким образом. Договоры, которые будут заключены с нарушением этой статьи 14 закон о торговле, они признаются ничтожными, и мы можем выйти в суд. — А в случае, если есть видение, что в том или ином районе, микрорайоне города перебор с магазинами продуктовыми, с ресторанами, с кафе, с пекарнями, имеет ли возможность муниципалитет ограничивать и рекомендовать другое место размещения? — Это городу, наверное, вопрос. — Ну, то есть с точки зрения законодательства. — Это городу вопрос. А потом бизнеса спросим, надо ли. — Давайте уточним. То есть у вас есть цифры полностью по муниципальному образованию? — Да, муниципальное образование — это город Киров. — То есть вы берете все границы нашего муниципального образования, как мы сейчас обсуждали, в том числе и бывшие сельские поселения, и делаете вывод, что именно специализация одной из торговых сетей превышает 25? — По городу Кирова у нас нет торговых сетей, которые превышают 25%. — Ну, конечно, иначе вы бы знали, вам бы предписание выписали. — По продуктам питания на основании официальной статистики Кировской области, которая официально размещается, там мы видим уровень выручки, и дальше уже согласно наших данных, которые мы также подаем ежегодно, соответственно, вычисляется наша доля. — Ирина Александровна, вы сейчас сказали, что в районах есть нарушения. — В районах есть. — Приведите пример, пожалуйста. — В районах есть не нарушения, в районах есть, например, за 2017 год, где доля увеличилась, то есть в 2016 году она была меньше 20%, в 2017 она стала выше 25%. То есть туда были направлены письма. — Какие сети, какие районы? Есть примеры? — Да. Так. Кирово-Чепецк, Белохолуницкий район, Верхнекамский район, Мурашинский, Немской, Амутнинский, Оречевский, Орловский, Пижанский, Советский и Шабалинский район Кировской области. — В какую сторону перекос? — Свыше 25%. — Это какие сети? — Это же открытая информация. — Да, конечно. Акционерное общество, Тандер. Это магнит. — Это магнит. Магнитов стало много. — Понятно. Вопрос господину Касулину, директор по развитию торговой сети системы «Глобус». Александр Николаевич, вот я с коллегами вашими разговаривала, когда они мне сказали четко, несколько человек, что какое регулирование? Пусть город все планируют, что хочет, но бизнес есть бизнес. Если я собственник помещения, открою, что захочу в любые сроки, с любым ассортиментом. А вы что думаете по этому поводу? Все-таки должен ли работать муниципалитет в связке с бизнесом и основываясь на запросах и удовлетворенности горожан? Нужно ли каким-то образом регулировать? Вот этот пример с тем, что пекарню нельзя открыть. Это был пример Барселоны. Мы его здесь разбирали в эфире нашей радиостанции. — Когда на площади лекции, там 4 или сколько пекарни. И Зональный институт, по-моему, такая же история. — Да, мы подключались прямо с бизнесменами из Барселоны, русскими бизнесменами. Они говорили нам, что где хотели открыть, было невозможно. Потому что пришли в муниципалитет, муниципалитет нам сказал, нет, товарищи, у нас здесь все запланировано, у нас есть расчеты научные, мы видим потребление, мы видим потоки людей. Вот ты можешь открыть вот здесь, вот здесь и вот здесь. Вот у тебя районы, вот у тебя помещение. А если ты хочешь в центре, мы тебе запишем в очередь. Перед тобой 15 человек. Да, вот если дойдешь, то нет. И вот такими вещами должен заниматься муниципалитет или нет? — С моей точки зрения, первое, такого регулирования нет. И на сегодняшний момент законодательство не дает такой возможности. Если сегодня предприятие торговли приняло для себя решение открыть, оно откроет. Единственное, это открытие должно с учетом соблюдения всех норм действующих законодательств, и антимонопольного, и санитарных правил, и так далее, и так далее. — Но городу только предъявляют. Вот мы открылись. — Уведомительный характер. Заявление идет в Роспотребнадзор, присваивается в налоговый код, и, соответственно, начинается деятельность. Должен ли город вмешиваться в эту деятельность? Скорее всего, нет. Потому что сам рынок является регулятором. И должны ли сегодня органы власти говорить о том, что нет, сегодня нельзя открывать продуктовый магазин, потому что их очень много. Здесь как раз вопрос, а много это сколько? Сегодня никто из нас его не ответит. — Ну, нормы обеспеченности спущены. — Минимальный критерий. — А, минимальный. Верхняя-то граница не установлена. — Но открою вам секрет, что в центральной части есть в 20 раз превышение. — Вот, в 20 раз превышение минимальной нормы — это нормально? — Здесь же как раз вопрос. Безусловно, мы не будем оспаривать достоверность этих данных, потому что сложно была задача разделить, сложно определить плотность. Да, есть несколько методик, у нас есть собственные методики. Мы-то и читаем каким-то образом, а сколько людей живет в данном микрорайоне, и для этого есть несколько инструментов. Я приоткрою завесу, более 300 критериев бизнес принимает, решение открывать или нет. Минимум 60. Мы в своей работе эти критерии изучаем, чтобы принять решение, открыть или нет. Поэтому тут я все же сторонник, что рынок является самым важным регулятором открытия или неоткрытия от того или иного направления в бизнесе, в том числе и в продовольственном. А вопрос власти — это все же вопрос создания условий. Да, в сложившейся застройке это гораздо сложнее сделать. Гораздо сложнее. С позиции планирования города в перспективу это возможно. Это в том числе и предоставление земельного участка, согласовывая на этапе планировки, работы архитекторов. Это все возможно и нужно делать. А дальше вопрос. Я покупатель, и я не удовлетворен. Данное предприятие торговли мне оказывает услугу низкого качества. Там нет моего любимого продукта. И вопрос, что делать. Вопрос времени. Что значит вопрос времени? Хорошо. Предприниматель, владелец коммерческой площади, сдал в аренду. Аренда истекает срок. И здесь мы вступаем в борьбу. Они или мы. В конкурентную борьбу. Да, за заключение договора аренды. И здесь уже сработает снова рынок, он снова регулятор. Предприниматель примет решение в ту пользу, кто лучше ему сделал предложение. Вы понимаете, вот этот пример, чистые пруды, которые мы обсуждали и на конференции мы это вскользь задели. Это было в декабре, круглый стол, да? Да, да. Ведь жители города Кирова, в данном случае жители этого микрорайона, застройщику обращались. В том числе и с просьбой открыть предприятие «Глобус». Супермаркет «Глобус». Вот да, там тогда были вот эти факторы ограничения развития нашей компании. И в какой-то период времени мы этот момент отпустили. И сегодня дальше идет продолжение. Что я хотел сказать? Застройщик был заинтересован в лучшем предложении даже в направлении торговли. Он понимал, что если он как застройщик создаст условия проживания, детская площадка, детский садик, аптека, поликлиника, классные супермаркеты и так далее, и так далее, интерес к микрорайону будет выше, и его успех в реализации продажи жилья будет реализован лучше. Я прошу прощения. А не выходили с предложениями? Я прошу прощения. Сколько лет чистым прудам? Извините, люди стали заселяться, когда? Несколько лет шли звонки о том, что нет. Детского садика, нет поликлиники, нет нормального магазина, нет нормальных парковочных, нет дороги. Говорить о том, что все нормально там регулировалось в этом новом микрорайоне, сейчас вот в Солнечном береге по-другому обстоят дела. Время проходит, люди тоже учатся. Но в чистых прудах, мне кажется, это не пример все-таки. Того, что застройщик предоставил какие-то преференции. Застройщик был заинтересован. Ближе к микрофону, пожалуйста. То есть бизнес, он умеет себя регулировать. И вот к этой истории, что и застройщик, и мы, как предприятие торговли, можем найти наши взаимоотношения даже в разрез некой рыночной стоимости квадратного метра. Там мы предложили больше или наш конкурент. В этом случае, вот как раз в чистых прудах застройщик был заинтересован в нас. Вы открылись там? Нет. Почему? Предельный показатель. Что это такое? Предельный показатель. 25% у вас превышаете. 25% у вас. На тот момент мы не готовы были по этому фактору. Сейчас мы должны уйти на перерыв. Перед перерывом напомню просто в последней программе «Урбан» мы говорили о развитии дендропарка. И там вот как раз пример, очень хорошо подтверждающий ваше высказывание, Александр Николаевич, что ответственный застройщик, понимая, что он благоустраивает территорию для своих жителей, сам договаривается и выбирает в том числе и предлагает свои помещения торговые торговым сетям. Мы говорили как раз о большом хабе, который там будет, продуктовый, кафе, пиццерия, прокат, туалеты и прочее. И там как раз был Андрей Олегович Березин и представитель компании «Железно». Мы сейчас говорим о дендропарке и прилегающем микрорайоне «Елки-парк». Вот это вот идеальный пример, когда люди сели, несколько раз договаривались, переговаривали, что-то не устраивало одних, что-то не устраивало других. Но застройщик чётко сказал, нужен прокат, потому что мы сделали освещенные трассы, потому что люди будут ходить, людям нужно это. И дальше Березин говорит, что я прокатом никогда не занимался. Но вот под это подписываясь, Андрей Олегович прямо здесь говорил, что никогда сейчас задача такая стоит, под это подписывай, сейчас придётся вот как-то это всё делать. Но это отношение застройщика к развитию своего микрорайона. Я только не понимаю, а почему муниципалитет не может так же себя вести? Почему вы не даёте ему даже шанса так себя вести? Ведь по сути именно муниципалитет за это отвечает, за то, как мы развиваемся, как мы живём. Прервёмся на полтора минуты. Партнёр программы «Разворот на бизнес» – Кировский завод «Сельмаш». Дайте мне сказать, сказал Александр Алексеевич Сидельников, начальник управления развития предпринимательства и потребительского администрации города Кирова. Правильно, потому что ты бросила в него камушек. А потому что почему город не может заниматься регулированием? Вообще-то я обращалась к косу люду. Говорила, почему вы не даёте даже шансы городу заниматься этим? Может быть, надо? Ну, какие меры регулирования могут быть у муниципалитета? Две простых вещи. Это муниципальная земля и муниципальное помещение. Здесь мы, в принципе, можем оговорить. И опять же, основное – это создать какие-то преференции, либо условия к тем нашим программам, для чего нам нужны исследования и понимания, чтобы торговля развивалась равномерно, либо улучшались условия как раз в услугах торговли. Это первый аспект. Второе – как раз при планировании, при планировании градостроительной отрасли, вот как раз исследования нам помогли. Оказывается, тут поддержу Александра Николаевича, нет хороших земельных участков и нет прямоугольных площадей для торговли. Именно помещения должны быть прямоугольные, чтобы торговля вошла и по стандартам, и правильно работала. Поэтому при… Это вот эти исследования показали. Да, там были выводы и опрос все-таки небольшой бизнеса, а что им нужно и что их тормозит. Допустим, заходить в новые районы. Поэтому как раз при градостроительных планах, основываясь на этой обеспеченности, мы и могли бы закладывать именно те наши критерии для того, чтобы сделать равномерную торговлю во всем городе Кирове. Опять я… Заложить землю под это муниципальную или понуждать застройщика делать помещения, предусматривать помещения для торговли в цокольных, в первых этажах зданий определенной конфигурации? Давайте рекомендовать или предоставлять какие-то преференции. Еще раз по законодательству муниципалитета. Мы не можем жестко требовать, контролировать, запрещать бизнесу ничего. Мы не можем. Мы можем только создавать условия, продумывать. Ведь давно разговор стоит о создании программы развития торговли в городе Кирове, где могли бы быть заложены и инструменты, в том числе и финансирование из бюджета на регулирование этой отрасли. Ну, пока… Она нужна, такая программа? Вы знаете, да, я отвечу. Если мы хотим оказать классную, качественную услугу, то, безусловно, в первую очередь мы обращаемся в муниципалитет возможности в границах земельного участка, в красной линии дать возможность организации парковки. Помощь – помощь. Возможность – возможность. Мы финансируем, получаем их согласие. Какие могут быть еще меры поддержки? Это организация остановки. Это организация перекрестка светофор. Это организация подземного перехода. То есть, есть формы поддержки, связанные с организацией качественного трафика. То есть, мы повышаем возможность, улучшаем возможность покупателя прийти в этот объект. И эти инструменты, они лежат именно в плоскости муниципалитета. Это не наш земельный участок. Вот я тогда сразу пример хочу. Я хочу пример, чтобы мы привели с несчастным Ганино, в котором недостаточно количества магазинов. Почему несчастное? Прекрасное. В этом смысле, по этому критерию, что должно там произойти? Какие инструменты должны заработать, чтобы люди были обеспечены хотя бы минимальными площадями, а лучше достаточным количеством площадей, торговых объектов, магазинами продуктовыми, с хорошим ассортиментом и обслуживанием? С точки зрения бизнеса, что должно произойти? Ну, со стороны администрации это возможность предоставления земельного участка. Вот с позиции коммерческих площадей я сейчас лету не скажу. Я примерно имею представление, какие там предприятия торговли работают. А вот с позиции открыть новый супермаркет, то, да, скорее всего, это будет земельный участок. Там нет коммерческих платежей, которые позволили бы открыть наш формат. А с позиции нас, как отдельного предприятия, скорее всего, мы еще и скажем нет с позиции площади. Там есть потребность, но не в таком формате крупном, который мы в большей степени развиваем. Вот елки-парк, да, мы открываемся. Это тот формат, который мы считаем наиболее интересен сегодня покупать. Но вы рассчитываете не только на елки-парк, вы рассчитываете и на трафик дендропарка, и на трафик придорожной. Мы учитываем все факты. И разрешите добавить, что все-таки город Киров развивается в сторону Новоевецка, в южную сторону. А вот в северную сторону я пока не могу сказать. Что делать с Ганино? Вот исследования показали недостаточность. Как будете обсуждать эту проблему? Ну, мы уже в перерыве с вами обсуждали. Как раз одни из выводов исследований по обеспеченности стационарными торговыми объектами. Мы будем рекомендовать размещать нестационарные торговые объекты, как раз более меньшей площади. И вот как раз магазины местного значения, к ним тоже некие продуктовые павильоны. Но опять будем, давайте говорить про форматы нестационарной торговли. Это современные павильоны с залом. Опять же, вы должны будете предусмотреть, вот как сейчас, сейчас же не аренда, а сейчас предоставление торговой площади или торгового места. То есть вот эти места уже для нестационарной торговли в микрорайоне Ганино. Да, конечно. А это есть. Возможность такая есть. Все эти исследования вместе взяты. Все эти тенденции, которые сейчас мы видим в развитии торговли в таком городе, как Киров. О чем они нам говорят? Сможем ли мы в ближайшие, например, десятилетия привести в порядок магазины? Сможем ли мы изменить вот этот процент, который у нас? 56,6% проголосовавших в контакте нашей радиостанции Хакирова сказали, что магазинов много, а вот ассортименты и качество не радуют. Не нравится людям какой-то ассортимент и качество. Как вы считаете, это просто какой-то цивилизационный процесс? Или все-таки, не знаю, уровень жизни, уровень развития бизнеса нам в ближайшие десятилетия не позволят вот эту диспропорцию и в качестве, и в количестве выровнять? Или мы не будем загадывать? Я попрошу каждого сейчас высказаться. У нас остается буквально три минуты. Давайте все-таки о качестве исследований. Допустим, мы узнали из исследований такие интересные миграцию населения в городе Кирове. И мы все это интуитивно понимаем, что у нас, например, идет сокращение численности крупных производственных предприятий. Есть часть производственных площадей, которые перестраиваются под торговлю. Также идет перемещение населения в некие жилые районы. То есть вот для аналитики нам опять это нужно... С филейки уезжают? Нет, с филейкой я вам могу сказать... Откуда уезжают? Ну, здесь какая аналитика? Количество крупных... У нас же есть своя специфика экономики. Откуда, куда мигрируют? Вот Александр Николаевич сказал, что есть один из критериев, где покупает население продукты. У работы, у дома, либо еще. Если предприятия у нас видоизменяются, значит там меньше населения, людей становится. Это мы поняли. Но у нас крупные предприятия это лепси-филейка. Ну, не только. Оттуда уезжают. Поэтому я просто говорю как о показателях, которые нам важно знать, в дальнейшем применять в неких городостроительных планах и рекомендовать строить либо нестационарные торговые объекты, либо закладывать застройщикам площади. И еще хочу добавить, и обязательно нам важен контакт. Вот сейчас я очень много даже в нашей беседе для себя подчеркнул. То есть различные семинары, круглые столы с бизнесом. А что вы ждете от муниципалитета? Да, это вообще прекрасная история, когда бизнес, наука и муниципалитет работают вместе над развитием города, основываясь на запросах горожан. Александр Касулин, директор по развитию торговой сети системы «Глобус». Я могу сказать только одно, что наше предприятие с учетом тех исследований, которые мы проводим, и те факторы, которые нам покупатель декларирует, в том числе и качество услуги, и качество товара. И я приоткрою завесу, более 16% покупателей выбирают магазин по этому критерию. По качеству. То мы в своей программе развития вводим и усиливаем такое понятие сервис. То есть, если сегодня и наука, в том числе и благодаря инициативе администрации, и наше личное исследование, и дальше будут приоткрывать вот эти завесы и показать, а что сегодня нужно изменить в сфере нашей деятельности, мы это будем менять. Мы считаем, что рынок и в том числе и покупатель нас будут регулировать. Вопрос к конкурентам. Готовы ли они меняться? Мы готовы. Мы как-нибудь соберем всех возможных и согласившихся конкурентов здесь, в этой студии. Давайте спросим у ФАС. Может быть, я не знаю, может быть, с точки зрения горожанки? Ну, с точки зрения горожанки я не совсем согласна. Так, так. С точки зрения... Я посмотрела на Вавятск после переезда. Оказывается, там много магазинов, с чем я не согласна. С точки зрения. Но вот тот анализ, который мы проводим ежегодно, он говорит, что объем реализованной продукции, он растет. Он растет как в целом по муниципальным образованиям, так в целом и по торговым сетям, и торговых сетей становится больше. То есть торговля у нас развивается. То есть нельзя сказать, что благосостояние населения все время падает, и никто ничего не покупает. Торговля-то растет. Вот можно некую реплику... И она будет последней в нашей программе. Кстати, про Нововятск уже не первый раз есть такие замечания, что мы считаем, что там достаточно магазинов. Наука говорит, посчитав количество населения и квадратные метры, что она делает выводы, не мы. Еще раз хотел сказать, почему нам важна наука. Не всегда там есть, скажем так, что чиновники говорят, там правильно, неправильно. Наука вам сказала, что в Нововятске достаточно, но, 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 Александр Алексеевич, соцопрос, пожалуйста, социологические исследования, в УЗИ есть это отделение. Спасибо всем нашим гостям за сегодняшний разворот на бизнес, Олег Прохоренко и Светлана Занько. Выдержка краткая, самая существенная из этой программы будет в свежем номере газеты «Бизнес-новости» и на наших сайтах. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!